Привет из Алани! Сегодня я решила прокатиться на кораблике. Водные экскурсии бывают двух типов. Это групповые на большом корабле и индивидуальные или в малой группе вот на таких вот яхточках. Я выбрала второй вариант. Покажу вам, что входит в часовую прогулку и какие достопримечательности можно увидеть. На набережной в порту Алани предлагают экскурсии на самых разных кораблях. На больших пиратских яхтах туристов развлекают аниматоры и иногда проводятся пенные вечеринки. А мне больше нравится спокойный прогулочный вариант. Билет на яхту стоит 50 лир с человека. За это нам обещают показать главные достопримечательности с воды. Мы видим Красную башню, крепость, пляж Клеопатры, пещеры. Прокатимся по Средиземному морю и, обещаю, здесь много дельфинов и, может быть, удастся их повстречать. Я очень надеюсь. Сначала мы хотели взять частную экскурсию. Программа точно такая же, только мы поплыли бы вдвоем и на яхте поменьше. Но сейчас не сезон, поэтому на групповой экскурсии людей совсем мало. На двухэтажной яхте мы друг друга почти не замечали. Посмотрите, это все, кто с нами поехал. Помимо водителя на яхте работает девушка. Несколько раз за прогулку она подошла к нам с фотографиями, на которых были написаны названия мест, которые мы проезжаем. Прямо сейчас мы проплываем мимо маяка Аланьи. Он кажется старым, но на самом деле построен только ради туристов в 2009 году. Его возвели на насыпи, которая уходит в море на 500 метров. Советую тут прогуляться. Отсюда открываются потрясающие виды на гавани пляжей, в верфи старый город, крепостную стену и оборонительную башню. Мы ушли в море еще дальше. Отсюда хорошо видна гора, на которой возвышается знаменитая крепость Аланьи. О ней я сняла отдельное видео. Очень советую вам подняться там на смотровые площадки. Это бесплатно. Посмотрите мои видео, в нем я подробно обо всем рассказала. Квадратное здание вдалеке – это Красная башня, визитная карточка Аланьи. Когда-то она служила для обороны города, а теперь внутри находится музей. Рядом тянется крепостная стена, по которой можно погулять. Тут же расположена старая судоверфь Терсоне. Она стоит в порту Аланьи со времен сельджуков, но не используется по назначению уже больше шести веков. Раньше здесь строили, ремонтировали и хранили корабли, защищавшие город от нападения с моря. Сегодня в пяти доках находится музей. Еще внутри этой огромной горы, которую мы обходим на кораблике со всех сторон, прячутся удивительные пещеры. Попасть в них можно только с воды. Вот одна из них. Пещера длиной 10 метров и 6 метров в высоту. На маленькой лодке можно заплыть внутрь. А это пещера пиратов. Старинные предания гласят, что отсюда есть тайный проход в крепость, а пираты прятали в таких пещерах награбленные сокровища. Торговые суда старались обойти эти места стороной. Чуть дальше находится еще одно укрытие. Если верить легендам, то после ухода пиратов из Аланьи в ней прятались влюбленные. Те, чей союз не одобряли родные. Они сбегали из дома, прятались, а затем отправлялись в путь на торговых кораблях. Вот там туннель, и это вход в пещеру влюбленных. Он продолжается вот туда на 50 метров, и там выход. Говорят, если влюбленные прыгнут отсюда в море, держась за руки, то их ждут счастливые отношения до конца жизни. А одинокие туристы, решившиеся на прыжок с 8-метровой высоты, обязательно встретят любовь в ближайшее время. Мы уже увидели три красивых пещеры. Вот еще одна называется Фосфорная пещера. А сейчас мы плывем к самому красивому пляжу Аланьи, пляжу Клеопатра. Из-за особого геологического строения Фосфорная пещера блестит при отражении лунного света, как фосфор. Блеск также заметен и при дневном свете. Перед входом в пещеру есть небольшой бассейн. Мы проплываем мимо него и движемся в сторону пляжа Клеопатры. Рядом находятся знаменитые пещеры Дамлаташ, в которых любят бывать туристы. А пляж растянулся на 2 километра. Он славится белым песком и бирюзовой водой. Я делала полный обзор лучшего пляжа Аланьи. Обязательно посмотрите это видео, если собираетесь на отдых в Турцию. С воды он показался мне еще более впечатляющим. Здесь наша лодка разворачивается обратно. Я смотрю на эти скалы и легко представляю себе старые пиратские яхты, судоверфь и отчаянных флибустьеров. Мне кажется, что прогулка на деревянной лодке – самая атмосферная из всех вариантов, которые предлагают туристам. Но если вы хотите пиратского веселья, берите тур с шоу-программой. По вечерам на больших яхтах устраивают ужины с восточными танцами и дискотекой. А днем для детей и взрослых работают аниматоры в пиратских костюмах. Они втянут вас в игры и все возможные развлечения. Летом такие прогулки часто сопровождаются пенными вечеринками или обедом с коктейлями и танцами. Словом, чем больше яхта, тем больше развлечений. Я нашла классную экскурсию на пиратском корабле. Ее можно заказать онлайн. Ссылку оставлю в описании под видео. На кораблях вроде моего, ничего такого не предусмотрено. Но летом людей на палубе будет побольше. Кстати, если вы хотите поехать на прогулку с напитками, заказывайте их сразу, пока еще не отошли от берега. Как оказалось, на борту ничего нет. Нам предложили напитки на входе. Мы решили заказать их попозже, а уже в пути поняли, что их можно было взять с собой, но заказы принимают только на берегу. Некоторые яхты оборудованы небольшими кухнями. Такие кораблики предлагают прогулки с обедом. Полноценные экскурсии от любых похожих прогулок ждать не стоит. В пути нам рассказали только о названиях достопримечательностей. Все остальное я разузнала сама. Это скорее просто приятная и очень красивая морская прогулка. Хотя некоторые гиды называют это водной экскурсией по достопримечательностям Аланьи. По пути мы встретили смешных летучих рыб. Они выпрыгивают из моря и проносятся над водой, будто птицы. Раньше я таких рыбешек нигде не видела. А еще у нас была возможность сделать десятки классных снимков Аланьи. Немного поиграть в «Титаник» на носу яхты, подышать освежающим морским воздухом и просто расслабиться. За час мы обошли гору, на которой стоит крепость Аланьи, со всех сторон. Подплыли к пещерам, полюбовались пляжем. А еще в деталях рассмотрели порт. Мне понравилась возможность взглянуть на достопримечательности Аланьи с необычного ракурса. Скоро я обязательно покажу вам все самые красивые места поближе. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски от Турции. Катались мы ровно часть. Дельфинов, к сожалению, не увидели, но зато столько красивых мест мне очень понравилось. Я вам советую обязательно прокатиться на кораблике в Аланьи. Пока!